А что это? Снимай, да. Потом через 15 будут в олимпийских этих вот уже показывать новостях. Да, того, кто даже не хочет полы в руки брать, да? Ну, неудобно, она боится эти полы. Смотри, Жора, и мама в лыжах сегодня. И Жора. Жора первый раз на лыжах. А у папы новые очки. И Ляля на лыжах. Мы сегодня всей семьей на лыжах, но Жорка что-то капризничает, да, Жора? Мы сейчас с ним стернем, но вот так вот его туда заберет. Он еще устал. Жора, у тебя хорошо получается. Когда не надо, он идет сейчас. Идет и идет. Ты устал? Ну, сейчас пойдете перебываться уже. Ты же мужчина, а говоришь, устал. Нельзя так ровненько, но уже вот так вот все время. Чтобы они рядышком были. Ну, сейчас буду разворачиваться. Молодец! Лизка уже хорошо катается с горки, сейчас съехала, это классно. За один раз она уже пошла, да? И ты пойдешь, и ты уже все еще. Я сегодня уже упала два раза, стою на лыжах. И Жора уже снял свои лыжи, отнесли ему. Погода, скажи, идеальная, снег идеальный. Ну, скажи, снег идеальный. Солнце и минус 10, наверное, ну или 7. Да, минус 7. Мы представили, что мы на Олимпиаде, он все уже в гоночных лыжах. Посмотрите, какой лес красивый сейчас вот в тени деревьев. Деревья отбрасывают тени на снег, так красиво. И тишина в воздухе. Скрипучий такой, звенящий. Мороз. Солнце теплое, прям жара под солнцем. И мороз, ну просто красота. Настоящая зимняя сказка. Надо было Денису снимать меня на камеру. Мы бы получали первые призы, сам себе режиссер. Я все дорожки им разбила лыжные. Падала миллион раз. Потом поднималась же по этим дорожкам. Всю лыжню я им сбила. Не могла встать, потому что смеялась. Не могла. Смеюсь, не могу подняться. Поднимаюсь, разумные разъезжаются, падаю. Смешно еще больше. Ну, в общем, это был цирк еще тот. Сейчас покажу вам. Напротив, если я одену очки, потому что ничего не вижу. Сейчас покажу вам. Забыла сказать, в атлетах мы купили такие, ну это не лыжные, но тепленькие эти. Коламбия, вот эта фирма, да. Шапки вот с этим подогревом вроде внизу, внутри. Вот эта система OmniHit. Короче, шапку купила я такую. И такие же точно перчатки. Тоже здесь с этой OmniHit. Перчатки мне обошлись в 10 долларов, а шапка 8, по-моему, там на скидке. Еще было 50% скидка плюс. И день суммы тоже такие же перчатки купили. Ну, в общем... А мне не очень. А мне хорошо. Ну, они, наверное, именно для этих. Да, лыжных. Для этих. Потому что так, если утром, в мороз, они вот такие холодильники... Короче, я падала, у меня все перчатки были облеплены снегом. Потом мне так только снег отскакивал от них и все. День я купил себе Коламбия очки. Да. Но это он уже купил в Ти-Джи Мэкси. Такие, ну, как бы, спортивные, да, для спорта. Во-первых, они очень удобные. Они сидят в части лица, вот такое ощущение. Ну, да, они такие классные. Именно для спорта он хочет для моря, для снега. Отражающие стеклянные, да, вот эти, зеркальные. Да. Так что все, сейчас поедем какие-нибудь продукты, немножко купим. Еще у нас все продукты есть, нам еще нужно соль у нас закончилась вдруг, внезапно. И такие мелочи, в общем, Жорик, Жорик не хотел ехать с нами никуда, хотел нам испортить весь этот замечательный день солнечный, поэтому мы наобещали ему кучу всего, и лимонад обещали купить ему. И какой-то еще меч мы ему обещали купить. Сами еще не знаем, какой, сейчас посмотрим, сколько он стоит. Ну, короче говоря, все, и поедем мы домой. Недорого стоит. Недорого, да? Ну, сейчас посмотрим. Вот наша полбиска, фешка. Мы чуть туда не ходим. Покажу, как мы едем в Волмарт. Вот этот Волмарт буквально три года назад построили на ровном месте. Было поле пустое, не было плац. У нас, кстати, такой кладчик, это старое-старое. И стоит оно здесь, никто с ним ничего не делает, вокруг него просто обстраивают. Это какой-то комплекс, не знаю, тут работают такие люди с ограниченными возможностями. И буквально вот за последние два года у нас появилась абсолютно новая плаза. Вот эти вот все магазинчики появились, их не было. Вот. Вот это Мау Рисос, это магазин для девочек, одежда, шоу-депо и всякое такое. Вот такой большой Волмарт. Как будто всегда здесь и стоял. Раньше его тут не было. Я не помню. Вот какие горы снега тут лежат. Всем привет. Сегодня у нас 20 февраля. Плюс 7 на улице. Ну вот сугробы наши еще не растаяли, поэтому дети играют. Я их вывела. Вязалась я тут в авантюру. У них принято среди детей, там мальчики отдельно, конечно, девочки отдельно, друзей приглашать к себе домой. Называется это Слеповар. Ну на ночь, да, они играют вечером там, например, потом спят в спальных мешках. Каждый в своем. А приносят просто с собой. И подушки свои приносят, да. И потом, значит, ну или с утра их родители забирают, или что. Так как как бы скучно Лиске, да, ну с Жориком там она играется, конечно. То я предложила Лиске, говорю, Лиска, давай подружек твоих пригласим. Две девочки, они причем рядом живут. Одна в соседнем подъезде, а другая, ну тут тоже рядом, в соседних апартментах. Вот. Так Лиза позвала девчонок. Вчера они в 4 часа пришли. И вот это теперь я уже чуть не пожалела. Звонит мне, значит, папа одной девочки, говорит, с Лизного класса девочка, и говорит, звонит в субботу утром, и говорит, слушайте, ну что, мы же сегодня типа приводим девочку к вам спать. Вы же договаривались, я говорю, вообще-то мы не на субботу договаривались, мы договаривались на среду, потому что все равно каникулы у нас всю неделю, говорю, и как бы среди недели, чтобы девчонки могли встретиться. А, ну хорошо, хорошо, да, давайте в среду, давайте. Звонит на следующий день мама ее и говорит, ой, вы знаете, тут такое дело, в среду, конечно, нам подходит, нам все равно, но в четверг я работаю целый день, вот что же делать? Я говорю, ну ладно, пусть остается у нас. Она, ну хорошо, так обрадовалась, говорит, ну мы за ней в 4 часа придем. И вот у нас сейчас 12, вышли мы гулять, еще к одной девочке сестричка присоединилась маленькая, в общем, я теперь всех выгуливаю, так получается. Вчера заказали пиццу. А, ну сейчас пришла. Они что, не придут с вами? Да, не идут. Окей, окей, с Жориком. Так, что я говорила, господи, вчера мы заказали пиццу, они кушали, потому что одна из девочек вегетарианка, она из Индии, да, а другая американка, но у нее аллергия на сосиски, не знаю на что. Короче, заказали мы сырную пиццу и решила сама ничего не готовить, не дай бог, что не так. И такие напитки купили, там, в общем, разные кино они смотрели с корном. Утром я им пожарила блинчики, вот эти панкейки с разными там соусами, джемами. Вот, а сейчас вывела гулять. Так что я сегодня как наседка. Глаз дергается второй день, смотрю, конечно, новости с Украины, это просто какой-то ужас. Сейчас спать не могу, сижу до ночи, читаю книжки, чтобы уже просто глаза слепались и уже спать. Так что, да, не весело. Честно говоря, пусть это даже эгоистично, но я рада, что моя семья, вернее, я и мои дети сейчас находятся у меня в Украине. Хотя очень переживаю за родителей, родителей мужа, друзей. Надеюсь, что все-таки это хоть как-то разрешится, хоть мирным путем уже не получилось, но хоть каким-то путем уже, чтобы это все скорее закончилось. Ну вот, а мы гуляем, в общем. День, я сейчас пришел мой на обед, так я всех выгнала на улицу, чтобы они ему там не мешали. Они такие пескучие, кричат, пищат, громкоголосые все. Так что погуляем чуть-чуть, потом пойдем я им обед еще какой-нибудь приготовлю. Наверное, макароны с сыром, это их стандартная еда. И сосисок там нет, и мяса нет, так что одна девочка может уже пойдет домой на ланч, на что-то живет рядом. Ну вот, потом я еще хотела показать, обещала, что косметику клиник, которую я заказывала, что заказала, что в подарок пришло. И еще один прикол, хотела показать про Жорика, у нас пожарный, пожарный. Фанатейт от пожарных. И здесь мальчик его пригласил на денежку. Он еще до этого любил пожарных, к ним в садик приходили, да, пожарные рассказывали им, показывали правила безопасности. Слушайте, я опять вот этот экран, да, все время смотрю. Правила безопасности показывали, рассказывали, форму свою давали, одевать, мерить. Там, в общем, дети, конечно, в восторге от пожарных, это настоящие герои, да. Если полицию еще можно бояться, то пожарные, это же герои. Поэтому мальчик праздновал день рождения свой четыре годика, да, и он тоже любит пожарных, и пригласил детей, значит, со своего класса. Ну, от Жорика пригласил, Жорик ходил. И там они заказали пожарную машину. Можете себе представить, приехала пожарная машина на день рождения. Не знаю, сколько это стоит, или, может быть, кто-то из семьи этого мальчика работает там. Вот, и приехала пожарная машина, и детей всех заводили в эту машину, разрешали посидеть за рулем, разрешали там в салоне походить. В общем, дети в восторге были, конечно, и все, и Жорик одел какой-то пожарный плащ, там у мальчика этого был. И я вот в нем пойду домой. Я говорю, ну нельзя же, это же чужой плащ, это мальчик. Вот пойду домой, все, им выдали такие кепки, каски эти, ну, такие пластмассовые, игрушечные для детей. В итоге пришлось ему пообещать, что мы купим ему этот пожарный плащ, потому что... А пожарный плащ у этого мальчика был такой, как хэллоуинский костюм, некачественный такой, дешевенький. Ну, пришли мы домой, говорим, ну, поедем, значит, в магазин купим, если увидим. Но он как прицепился, хочу, 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 хочу. А вечером у него поднялась температура, и в итоге мы, чтобы его успокоить, и он не расстраивался, заказали ему этот плащ в интернете. Шел он полторы недели, если не больше. А заказали настоящий такой, просто как дождевик, но он сделан как пожарная форма, да. И еще заказали, я ему хотела до этого купить, чтобы обчапать по воде, по дождю весной. Заказали ему еще сапоги, и опять же пожарные этой же фирмы. Еще потом были в магазине, купили пожарный зонтик. Ну, вообще, короче, я это все покажу, это все прикольно так смотрится. Вот, когда придем домой, покажу. По поводу курточки, сапожек и зонтика. Вот такую курточку мы, Жорику, купили красивую, пожарную. Он теперь довольный, ходит в ней даже дома. Мы взяли немножко побольше, потому что это такая одежда, которая стоит, кстати, не очень дешевая. Куртка стоила 35 долларов. Кепку эту выдали ему пожарная. Он в ней ходит. Куртка с капюшоном, это дождевик. Да? Такой вот, пожарный. Вот это светоотражающие полоски. Такие же точно сапоги. Мы купили этой же фирмы. Fire Chief. Здесь написано, да. Здесь американский флаг. И, в общем, зонтик из той же серии. И тут американский флаг. Да, тут флаг. Зонтик из той же серии. И вот на каждом этом предмете были еще этикетки. Western Chief называется фирма. И здесь еще... Эй, Жора! Хулиган. И здесь еще такая бумажечка с правилами пожарной безопасности. Вот. Для детей. Так что Жора у нас теперь весь в обмундировании пожарном. И вот, наконец, косметика Clinique. На 27 долларов нужно было купить что-то в Clinique. И получаешь, значит, подарок. Сейчас подарок покажу. Купила я Moisturizer Tinted Moisturizer. То есть, окрашенный увлажняющий крем вместе с тональным, да. Типа BB Cream, наверное. Но я сегодня уже попробую им пользоваться. Ну, ничего так. Да, немножко цвет дает. Я думаю, для лета будет хорошо. Этот крем стоит 27 долларов 30 миллилитров. В подарок я получила косметичку. Обычная такая косметичка, в общем. Единственная косметичка сделана в Китае. Все основное сделано, по-моему, в Канаде, в Бельгии и в Германии. Вот здесь с зеркалом. Вот это зеркало. Настоящее, не кривое. Хорошо оно отражает. И вот два цвета теней. Такие тени. Сливовые, светлые. Светло-розовые или светло-персиковые. Дальше. Крем для глаз. Маленький, 5 миллилитров. Помада. Вот такого цвета. Они что-то без всяких запахов, без ничего. Приятная она на губах. Я еще не поняла, идет она мне или нет. Две раз попробовала. Но надо будет среди белого дня попробовать. При дневном свете. Потом умывалка для лица. Пенка. Тут 30, по-моему, миллилитров. 30 миллилитров, да. Карандаш. Я думала, он тоже какой-то сливовый. Но он коричневый. Темно-коричневый. Практически черный. И вот такая вот двойная тушь. Как праймер, да, идет. И тушь маленькая. Вот это вот все. Был подарок. И вот это вот то, что я купила. Такие вот у нас покупки. Был. Продолжение следует...